Приветствую вас, дорогие мои, вы на канале Жанны Фетисовой. И это мой домашний влог, в котором я постараюсь ответить на некоторые ваши вопросы. Хе-хе-хей! Это я и азиатский отбеливающий крем, который я наношу в виде маски, ибо невозможно с ним ходить на лице, потому что он оставляет почти такой же белый след. Но в качестве маски, он же с натуральным экстрактом женьшеня, очень, кстати говоря, сильный такой травяной аромат. Показываю вам сейчас, как выглядит эта баночка. Заказывали мы ее на Алиэкспресс. И сейчас буду кушать, а потом мы с вами кое о чем поговорим. Обед у меня сегодня на скорую руку. Шампиньоны с лучком я поджарила. Это чечевица, самая обычная. Помидорчики черри. И вот такой вот чай я очень люблю пить. Это Just Leaf, натуральный органический чай, гибискус лимон. Приобретаю его на Айвор. Нужно совсем немного, он заваривается очень-очень яркий, вкусный. Если вы не против, мы с вами поговорим. Я пока похожу немножко на тренажер и сильно ставить его на большую мощность не буду. Просто потому что иначе тогда меня не будет слышно. Ну так, немножечко. Тут, в принципе, видите, есть такая прищепочка. Ну, я думаю, те, у кого есть тренажер, они знают. Вот так прищепляешься. И если очень далеко отходишь, то он сам отключается. Сейчас я иду на 1,9 и вот благодаря этому могу спокойно с вами разговаривать. О чем я хотела поговорить. Я, по-моему, рассказывала вам, да, что я тренирую колл-центры. Ну, по крайней мере, были такие у меня заказы несколько раз. И я тренировала, ну, девочек, мальчиков, все, кто там работает, ну, женщин. Я тренировала правильно принимать заказы, правильно разговаривать с клиентами. То есть, фактически, такой вот офисный код, речевой. И сейчас я столкнулась с тем, что очень неграмотные операторы. Во многих магазинах косметики, вот сейчас я столкнулась с тем, что Ревгош передает свои заказы онлайн в доставку. У них нет своей доставки, видимо, у них компания по доставке, которая принимает заказы от многих магазинов. И они очень неквалифицированные специалисты, как я сегодня поняла, потому что мне три раза переносили уже доставку. И в итоге сегодня позвонили, сказали, что они мне вот только что не дозвонились, и поэтому уже на четвертый день или там на третий переносит доставку. Я сказала, что я не пенсионер, я не могу три дня сидеть дома, а это с девяти, по-моему, до шести. Вот так неудобно привозят, то есть курьер не может никак согласовать заранее. Ну, в общем, много заказов. Короче говоря, это самая большая проблема. То есть, получается, что они пользуются сторонними организациями, которые осуществляют доставку. Ну, что, в общем, для них более выгодно отдать эту услугу эту на аутсорс. Ну, в итоге я отказалась. Ну, может быть, все и к лучшему. У меня и так довольно много косметики. Просто была хорошая акция на Smashbox, а сейчас уже такой акции нет, поэтому мне уже там ничего неинтересно. Благодаря непрофессионализму операторов я сэкономила своим средством. Сегодня, по крайней мере. Но зато доставка в магазин «Отконос» работает без абсолютно каких бы то ни было сбоев. Все нормально. Мне привезли все продукты. Не пришлось по снегу бежать по магазинам, потом все это тащить. Потому что у нас такая отдельная территория дома. Там еще далеко целый поселок. Идти нужно целый километр. Ну, в общем, неважно. Короче говоря, не очень это удобно. Хотя, как вы видели, шикарный вид. Лес за окном и так далее. Да, кстати говоря, вы спрашивали, что я заказываю в «Отконос». Ну, в общем, как обычные продукты. Для кого это интересно, я отсняла для вас видео. Маленький кусочек. Сейчас покажу. А, значит, что мы там приобретаем? Что выгодно приобретать? Выгодно приобретать, естественно, тяжелые продукты. Ну, к примеру, вот такие вот огромные сетки сразу же с фруктами. Яблоки, апельсины. Неплохие там манго бывают. У меня дочка очень любит. Сейчас красные апельсины нам привезли. Грибы всегда там покупаем. Ни разу нам испорченные не привозили. Сталкиваюсь с тем, что в магазинах очень часто бывают испорченные грибы. Ну, такие какие-то плесенью покрытые. Мюсли вот такие покупаем. Сразу несколько вариантов. Дочка у меня очень любит. Не знаю, почему. Вот нравится ей. Она их молоком заливает, ест. Естественно, всю молочку приобретаем там. Ну, просто потому что тащить это все тяжело. Приобретаем сразу много. К нам в гости дети заходят. В общем, есть кого накормить. Пусть вас не пугает такое количество шоколада. Я вообще не ем практически сладкое. Оно любит дочка, любит мама. Опять же, дети заходят. И любит муж. Поэтому я заранее закупаюсь, кладу. И нам надолго-надолго хватает. Ну, в этот раз купили медовик. Не знаю, какой он по вкусу. Просто попробуйте. Сразу же приобретаю несколько вот таких вот куриц. Укладываю их в морозилку. Обязательно приобретаю отдельно вот так грудки. Чтобы можно было бульон какой-то сварить. Такой нежирный. Муж любит, когда я запекаю крылышки и ножки. Ну, вы это уже видели, да? И вот гуляш из свинины. Ну, понятно, да? Тоже, кто это ест. Это не мы с дочкой едим. Смотрите. Значит, молоко и масло. Сразу же приобретаем по нескольку упаковок. Молока я приобретаю штук 10. Это жуткая тяжесть. И каждый день носить молоко не хочется. Все у нас очень много пьют молока. Далее. Всегда приобретаем там кофе. У них хорошие скидки бывают. Вот такое масло нам нравится. Очень часто приобретаем оливковое для салатов. И несколько сразу банок приобретаем. Вот такого обычного масла, на котором жарим. Я краду шоколад. Ты хочешь уже это съесть? Хорошо, что я это сняла. О, Боже! Вот так это происходит. Ангелина, остановись. Остановись! Верни. Возьми одну шоколадку. Не рычи. Верни. 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 Молодец. Возвращай. Не шутить. Возьми одну шоколадку и успокойся. Да у меня не лезет. Я под приколом. А, уже не лезет уже шоколад. Почему я заказываю утконос? Просто потому, что, ребята, это все очень-очень тяжело. И времени много занимает хождение по магазинам. Для кого-то может быть хождение по магазинам, типа Ашана или где-то еще Релакс. Мы сходим с ума. Мы приезжаем туда только за чем-то очень-очень нужным, дико вкусным. И если вот прям совсем мы ничего не смогли нигде купить, тогда мы приобретаем ваше. Вот масочку я сегодня делала. Ну, точнее так, это крем, который очень-очень сильно такой белый. То есть его невозможно совершенно нанести и просто так вот с ним куда-то пойти. И даже на ночь нельзя, потому что либо он должен идеально впитаться, потом все равно ему придется его снимать. Но либо его нужно смывать. Я предпочитаю второе. То есть я его использую как маску. Я люблю, видите, вот такие вот болеро дома носить. Потому что, ну, просто это очень удобно. Фух, немножко жарковато. Сейчас открою форточку. Остановлю секундочку. В беговых дорожках не бегаю, только хожу. Потому что для тех, кто не знал, это очень вредно бегать, друзья мои. Возможно, кто-то со мной поспорит. Но я думаю, косметологи вам скажут, что вы ускоряете процесс старения кожи при постоянном сотрясении. Кожа отрицает очень сильно, ребята. Это действительно так. Травмируются волокна, коллагена. И все бегуны, профессионалы в таком возрасте определенно очень плохо выглядят. После 50 вообще, прям как старики, некрасиво выглядят. Но если вы видели какой-то лучший вариант, значит человеку повезло просто с генетикой. В предыдущем видео было о том, как ухаживать за кожей 18+. Я вижу, что в последнее время появились какие-то люди, которые все время ставят в первую же секунду, просто вообще даже не посмотрев мои видео. Видимо, это те, кого я сблокировала. Я вам говорила, да? Те, кто пишет матом. И те, кто оскорбляет моих любимых зрителей вас в комментариях, пишут какие-то некорректные ответы на ваши комментарии. Я их не публикую, я их сразу же отправляю в спам. Таких людей, к сожалению, в последнее время больше стало. Ну, понятно, аудитория увеличивается. И поэтому я замечаю, что, наверное, эти люди сразу же ставят пальчик вниз. Но мне абсолютно все равно я рада. Любая активность хороша на канале. Наверное, они это не знают. Так что пусть ставят. Интересный такой факт. Я захожу иногда на какие-то странички. Если вижу довольно смелую такую активную девушку, я пишу ей комплименты, честно. Потому что меня всегда восхищают люди, которые, ну, я говорила вам, да, которые что-то могут сказать. Вот так смело выйти и просто сказать. Ну, потому что я преподаю и стараюсь, чтобы мои ученики тоже были такими же смелыми. И, естественно, для меня это плюс. Я всегда стараюсь поддержать таких людей, сказать им, что они молодцы. И вы знаете, что удивительно? Я так понимаю, что девушки эти борются за своих подписчиков, чтобы их было больше. Но не все из них даже отвечают на комментарии, представляете? То есть при том, что у них, допустим, там, ну, всего лишь несколько сотен человек их смотрят регулярно, да, и немного просмотров, а не получая от профессионального педагога по ораторскому искусству и актерскому мастерству какой-то комплимент, какие-то добрые слова даже не отвечают. Просто такой, какой-то там они нажимают что-то, да, пальчик вверх или как-то, и все. Для меня это странно. Ну, то есть не то, что мне обидно, я просто хочу сказать, что странно, что люди не понимают, что очень важно общаться со своей аудиторией. Для меня это просто понятно абсолютно, потому что я этому учу других людей, чтобы они были интересными, чтобы они отвечали на запросы своих зрителей. Хорошим примером являются, ну, такие довольно популярные блогеры, которые сами заходят на мою страничку, что-то смотрят и пишут мне какие-то комментарии, потому что я один раз, например, была у них и тоже написала им, и они мне отвечают. Вы знаете, удивительно, почему-то у Татьяны Ревы есть время отвечать на мои комментарии, заходить ко мне на мой канал и смотреть мои видео, и говорить, что это здорово. Почему-то у девочек, которые мечтают быть известными блогерами, нет на это время. Удивительно просто. Девчонки, конечно, забавные такие. Одной девочке, я помню, я писала, ну, наверное, 5 примерно комментариев. И я всё думала, ну, наверное, человек очень занят. И вот я посмотрела несколько её видео, и я понимаю, что у неё даже нет детей. И, однако, отвечает она только на те комментарии, которые пишет её любимая подруга, её любимый блогер. Удивительно, непонятно, почему такая неблагодарная к своим зрителям, не понимаю. Думаю, что как только вас, мои друзья, станет больше, мне будет, конечно же, сложнее отвечать на каждый комментарий. Но я абсолютно уверена, что можно найти время сесть и, по крайней мере, снять видео хотя бы с ответами на какие-то интересующие вас вопросы. Чуть-чуть задыхаюсь, да, чувствуете? Потому что говорю, дышу животом, это правильная система дыхания. И я обещала вам показать, кстати говоря, вы спрашивали, систему дыхания, которая будет успокаивать, снивать напряжение. Сейчас я закончу свою тренировку по ходьбе и покажу вам эту систему. Чтобы вы, ваши дети, в какой-то стрессовой ситуации могли спокойно себя чувствовать. Ну, спокойнее. Это система снижения адреналина. Вот. Это полезная очень вещь. Мне как раз нужно тоже успокоиться, успокоить своё дыхание. Значит, основа и основ является правильное дыхание с помощью диафрагмы. То есть вы должны вдохнуть так, чтобы ваши плечи не поднимались вообще, ну, тоже совершенно, чтобы не было видно даже, что вы вдохнули. То есть по тому принципу, что если вы, например, ведущего сидите за столом, вы волнуетесь, у вас начинает колыхаться не грудь, а вы дышите животом, никто даже не замечает, что вы волнуетесь. То есть всё, что рядом с лицом, всё видно. То есть если я буду вот так вот, да, когда я волнуюсь, естественно, учащается дыхание. Если я буду дышать грудью, то будет очень сильно видно это для других. И тогда, соответственно, я всё, уже буду выглядеть в глазах людей, как человек потерявшийся. Особенно это важно во время переговоров, ребята. Если вы работаете менеджером, руководителем, ездите на какие-то переговоры, пусть ваши клиенты не видят, что вы волнуетесь или ваши конкуренты. Ребят, нужно вдохнуть так, чтобы отошла диафрагма в сторону. То есть вот так, смотрите. Поняли? Такой немножко беременный животик должен стать, да, вот так. Обратите внимание, я вдыхаю в носом, в живот. Вот таким образом. И потом выдыхать. Выдыхать трубочкой. Поняли? Очень долго нужно выдыхать. Вот так тренироваться нужно. Нужно дышать только вот диафрагма, чтобы отходило, то есть чтобы вот так раскрывались лёгкие. Такой способ дыхания даёт возможность набрать вам больше в лёгкие. То есть при верхнем дыхании, когда вы поднимаете грудь во время вдоха, вот так, или, да, неважно. Естественно, во время речи вы будете не носом вдыхать, а ртом. Это понятно. Но тем не менее, у вас всего лишь половинка верхушечка заполняется, и тогда вам меньше просто остаётся дыхания на речь, на предложение. У вас будет не хватать дыхания. Во время волнения у вас учащается дыхание, это значит, вы быстрее его расходуете. И так очень часто вы видите, что люди немножко подзадыхаются, у них как бы не хватает на финал, да, речи дыхания, и слышно это очень. Так что они так слегка такое делают, волнительные вдохи, да. Но это когда волнуется, это нормально. Поэтому старайтесь дышать животом. Так вот, во время волнительное, особенно перед выходом на сцену, я это советую артистам, ведущим, руководителям перед тем, как двинуть какую-то речь такую зажигательную, да. Студентам перед тем, как они выйдут и что-то изложат, свою курсовую, диплом, а также школьникам, которые боятся выступать у доски. Замечательно было бы, если бы вы научили своих детей, но если вы сами учитесь, здорово, берите на заметку, чтобы вы научились вот такому упражнению. То есть вам нужно в момент, когда вы очень сильно волнуетесь, у вас есть, ну, хотя бы 3-4 минуты до выступления вашего, неважно, какого у доски или действительно реального выступления в театре, вам нужно снизить этот адреналин. Могут все, даже дети, поверьте, мне очень несложно. Вы вдыхаете вот таким вот образом, животик отходит, да, в сторону, и далее вы выдыхаете, лучше даже если есть такая возможность закрыть глаза, куда-то прислониться, чтобы вам было удобно. Ну, не сильно только криво вставать, ровненько, да, и так немножко пружинкой ножки, ну, такие вот, не выключайте коленки, как в балете, свободные такие вот должны быть коленочки и прямая спина. Вам нужно вдохнуть и выдыхая, представлять себе, что как будто бы ваши легкие, это как паруса, которые вот так красиво складываются, из них выходит воздух. При вдохе они красиво надуваются, раскрываются, да, а при выдохе они вот так вот складываются. И представляете себе паруса любого размера, любого цвета, который вам нравится. Представьте, что вы корабль с парусами, да, и вот так об этом, только об этом, и больше ни о чем, вот такая дыхательная абсолютно медитация, ни о чем нельзя думать, только об этом, хотя бы 2, 3, 4, ну, сколько получится минут, и тогда у вас снижается адреналин, поверьте мне, это работает. Вы абсолютно переключаетесь, вы не волнуетесь больше, и таким образом вы потом включаетесь заново, прямо перед выходом куда-то, и начинаете уже работать с полной силой, то есть не с зашкаливающим адреналином, от которого трясутся руки. Такое бывает даже с артистами, ребята, поверьте мне, я знаю, что это такое, я испытала, и пока я не научилась вот такому вот упражнению, ох, было тяжело. И, например, когда я еще училась в Авгеке, я в трех вузах училась, ребята, в ГИТИС, и еще маркетинг, рекламе, университет заканчивала, конечно, много, но ничего, нормально. Вот, и я, вы знаете, я наблюдала в Авгеке, когда училась на первом или втором, по-моему, курсе, и нас приглашали на все репетиции, на генеральные, прогонные, предпремьеры, на которые приглашают своих родственников, знакомых, чтобы обкатать как бы немножко спектакль, и, возможно, вы даже на таких были. И, вы знаете, вот я однажды так попала на такой спектакль, в котором Алексей Петренко играл главную роль, это был спектакль «На дне», и как же трясло артистов всех, кроме него. Потом выяснилось, что, в общем, просто у них не сложились отношения, он был чем-то недоволен, он был, конечно, гениальный артист, к сожалению, его нет, я делала для него концерт такой, ну, организовывала, где он читал стихи. Моя мама была, она прям даже плакала, говорила, я в шоке, я не знала, что он так читает стихи, да. Очень талантливый был Алексей Петренко, ну, для тех, кто не помнит, он играл Распутина, вот, в фильмах сразу вспомните. Артисты, какие-то серьезные взрослые люди, их так трясло, и мы, сидя на первом ряду, видели, как у них трясутся руки, это был кошмар. И, знаете, я запомнила это на всю жизнь, я помню прямо, что, когда меня так слегка тряхануло на каком-то из первых спектаклей, каком-то из мюзиклов в Театре Моссовета, где я там танцевала, пела, ну, в общем, не в главных ролях, а студенты, которые умеют танцевать и петь, их принимают в состав спектакля и дают какие-то второстепенные роли. И вот я помню, как меня начало вот так чуть-чуть потряхивать. Ох, ребята, я сразу вспомнила вот этих несчастных артистов и злое лицо Петренко, который просто, он был в ужасе, потому что он, ну, держал себя в руках всегда. Как бы не было сложно и плохо, я ни разу не видела, чтобы он как-то там трясся и пугался. Но он, конечно, молодец, он такая махина, прежде всего, с мужской точки зрения. Такой очень серьёзный был человек. И в итоге я очень испугалась, что сейчас зрителю будет заметно. Но потом я вспомнила эту дыхательную практику, и я так как-то вдохнула и выдохнула, вдохнула и выдохнула, сосредоточилась на чём-то другом, ни на зрителе, ни на спектакле, при этом механически выполняла какой-то рисунок двигательный. И, знаете, я поняла, что действительно адреналин уходит, и меня перестаёт трясти, и я включаюсь уже в определённую актёрскую задачу, и мне становится легче. Так что, ребята, делюсь с вами авторской такой, можно сказать, методикой. Это, ну, практически никто не использует. Это даю я своим студентам и даю вам, мои зрители любимые, чтобы вы не волновались. Наверное, попрощаюсь уже с вами. То, что я хотела вам сказать, я сегодня сказала, ребята. Я выполнила вашу просьбу, вы мне писали по этому поводу, спрашивали, что делать с такой боязнью и волнительностью. Поэтому это был мой вам подарок. Спасибо огромное, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за всё, что имеете. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok